Львы, доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. В этом видео хочу вам представить аэроскоп на октябрь 2018 года. По традиции, рассказ покажет вам общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты, дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Работать я сегодня буду с Торосного Чиро Морчетти. Эту колоду показываю для тех, кто сам работает с Торо, либо увлекается Торо. Часто вы не задаете такие вопросы в комментариях, поэтому сразу предугадываю. Ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. Единственное, о чем хочу напомнить, что расклад не может однозначно проиграться для такой обширной аудитории. Поэтому смотрите, пожалуйста, ваши Тороскопы, не только по знаку Зодиака, но и по студенту. И сопоставляйте, какие расклады для вас наиболее созвучны. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Какие события вас ожидают в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, поехали, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Старший Аркангель. Карта замечательная, потому что указывает на ряд перспектив, новых возможностей, новых открытий. Для кого-то это переезд, смена места жительства. Для кого-то это просто переезд на новое жилище, съем квартиры и так далее. У кого-то здесь пойдут новые общения через интернет, контакты с иностранцами, деловые связи. Мир – это все, что связано с дальними расстояниями. Карта вам предвещает, скажем так, реализацию ваших планов, ваших надежд, все то, что вы себе задумали именно в этом месяце. Ну, давайте же смотреть, оправдаются ли ваши надежды. Итак, в плане работы. В плане работы, ну, смотрите, тут жезлов, карта начинания, карта прорыва, энергии. Такого, знаете, когда вы вкладываете весь свой потенциал, он вам дает новые результаты. Если вы были без работы на текущий момент, ситуация трудоустройства. Если вы наемный работник, либо у вас свой бизнес. Бизнес – это карта роста, карьерного роста, увеличение прибыли, новые контакты, расширение вашего бизнеса, вашего кругозора, ваших планов, поддержка. Ну, то есть, все, что только можно вам желать. Однозначно у вас здесь все получится, все пойдет. Благодаря вашему энтузиазму вы работаете на полную выкладку, на все 100%. Если вы пенсионер безработный, то есть, это для вас может быть новое хобби. Даже вы можете заниматься какими-то любимыми вещами, неважно, там, вязать крючком, заниматься садоводством и так далее. То есть, для вас это тоже энергия, новый потенциал. У кого-то это может быть пусть и времяпрепровождение с внуками, вкладывать всю свою потенциал, всю свою энергию в развитие внуков, детей и так далее. То есть, не надо, если вы мне пишете, вот я пенсионер, ничего не проигрывается. Это неправда. Вы просто не можете сопоставить карты с реальными своей жизни, о чем они вам говорят. Итак, в плане финансов, ну вот, по шестерке кубков. Шестерка кубков позиций финансов, это карта либо получения наследства, либо какие-то дотации на детей, ну, ситуации, не знаю, там, декретные и так далее. Либо же, в целом, здесь карта говорит о вопросах недвижимости, приобретении недвижимости, может быть, по этим картам. В целом, это финансовая помощь от родственников. Поэтому здесь для вас месяц прекрасный. Давайте сейчас даже дотяну сюда, что у вас здесь в плане финансов. В плане финансов, смотрите, перевернутая девятка кубков. Даваться это будет нелегко. Но оправдает все ваши ожидания, потому что шестерка жезлов – это карта победы, карта прорыва. То есть, смотрите, вот то, что вы, например, себе здесь задумали, особенно если это касается людей, у которых свое дело, свой бизнес. Новый проект, который вам даст максимальную, знаете, как выброс вашей энергии, реализацию вашего потенциала. Но единственное, перевернутая девятка кубков, либо здесь вы не будете укладываться в сроки. Соответственно, не будете своевременно получать те выплаты, на которые вы рассчитывали. Ну, не знаю, вы там ставите себе план в месяц, например, какую-то иную сумму, а получаете ее не в этот месяц, а вот, знаете, как разбитыми частями. Но все равно для вас это карта победы, карта роста и развития вашего потенциала. Так, с позиции здоровья. Перевернутая звезда. Ну, эта карта часто указывает на саму ситуацию, когда вот из-за переживаний вас может одолевать, ну, это не кошмары, это какие-то бессонницы. Либо в целом вы не можете собраться с духом, да, когда вас что-то постоянно терзает, мучает. И по этой карте из-за того, что вы эмоционально перенажены, идет обострение хронических заболеваний. Но ничего серьезного по этой карте нет. Инственное, о чем говорит карта звезда в перевернутом положении, если у вас есть такая возможность, воспользуйтесь услугами биоэнергетика, поднимите свой потенциал, либо каким-то образом центрируйте энергию на себе. Йога, ушу, цыгун, любовь и танцев, либо массажи. Это все то, что поможет вам восстановиться. В плане личной жизни. Король Пентакли. Ну, что могу сказать? Если смотрят женщины, ждите появления товарища на горизонте. Телец, дева или козерог. Либо же, если мужчина не соотносится с данными, знаками зодиака, то это, безусловно, мужчина состоявшийся и состоятельный, который вернется в вашу жизнь. Если на текущий момент вы уже состоите в отношениях, то здесь как бы работа на потенциал, на отношения, на будущее. Если вы, например, не в браке, это стремление к браку. Если вы в браке, то это укрепление позиции. Поэтому здесь все прекрасно. Так, мы с позиции совета. С позиции совета. Восьмерка жезлов. Карта прорыва, движения вперед. Карта получения письма. Карта, если с позиции совета, не мешкать. Вот задумали, реализовывайте. Идите на пролом. Куйте железо, пока горячо. Посмотрите, месяц у вас замечательный. Потенциала запала и у вас много. Да, будете, может быть, работать на износ, но вы понимаете, что оно того стоит. Потому что даст вам и прибыль, и стабильность, и удовлетворенность вашими результатами. Ну и как следствие, эмоциональную отдачу. То есть здесь вам все карты в руки. Львята, я за вас очень рада. Пусть у вас получится именно так. Для вас октябрь, это плодотворный месяц. Пусть будутся только самые лучшие надежды в вашем начинании. Вот таким вот вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас впоследствии проигрывается или не проигрывается. Я вас искренне буду благодарить за обратную связь. Ну а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч.